Я хотел бы рассказать о нашем зарубежных программах. Практически у всех преподавателей нашей кафедры есть зарубежные связи в основном с Европой и Америкой. Если студент стремится к академической карьере и хочет продолжать обучение и его преподаватель им доволен, то он может дать рекомендацию этому студенту. Таким образом, у студента есть возможность поехать за границу для обучения в докторантуре, независимо от того, получит ли он стипендию от Тубитак или при поддержке исследовательской группы с противоположной стороны. Если говорить о Америке, то в зависимости от аккредитации докторантура в Америке занимает около 5 лет. Имеются аккредитованные и неаккредитованные турецкие университеты. При поступлении в аккредитованные университеты, полученное в магистратуре образование, признается, и в этом случае учеба в докторантуре занимает 3 года. При поступлении в неаккредитованные университеты, студент проходит обучение в магистратуре заново, что дает дополнительный опыт к его академической карьере. Что касается академической карьеры, то нет необходимости работать только в академических кругах. После получения докторского образования, есть возможность стать очень ценным специалистом в промышленности, особенно в области исследования и разработок. Поскольку инженерные науки – это междисциплинарная кафедра, мы принимаем студентов из различных инженерных направлений. В соответствии с карьерным планом и поставленными целями, они проходят самые различные предметы. Развиваясь под руководством научного руководителя, они становятся ценными сотрудниками как в академической, так и в промышленной сфере. К примеру, студент, обучающийся на кафедре текстильной инженерии, может получить степень магистра или доктора по интеллектуальным текстильным материалам. Обучаясь в магистратуре и докторантуре, в этом направлении он может получить поддержку от кафедры электротехники и электроники. Таким образом, несмотря на то, что у него нет возможности получить степень магистра или доктора непосредственно в области электротехники и электроники, поступив на нашу кафедру и используя возможности и поддержку профессоров, он совершенствует и повышает квалификацию и на том, и на этом факультетах. В дальнейшем они могут работать либо в академическом направлении, либо работать в компаниях, производящих высокотехнологические продукты, которые мы называем умными текстильными материалами и высокими технологиями. Мой совет для абитуриентов, выбирающих нашу кафедру – стремитесь за своими мечтами. Много читайте, мечтайте, ищите ответы на вопросы, что вы можете сделать для осуществления своей мечты и строите планы своей карьеры в этом направлении. Таким образом, вы сможете быть успешнее. Я настоятельно рекомендую это учреждение приезжим студентам. С точки зрения транспорта и социальной жизни, это отличное место. Приезжайте и наслаждайтесь красивыми видами. Приезжайте даже просто увидеть место, где озеро соединяется с морем. Озеро и море почти сливаются и разделяются только очень тонким перешейком. Такой вид найти в любом другом месте очень трудно. Это можно увидеть только на Босфорском проливе. Он виден также из нашего кампуса. Здесь удобно пользоваться общественным транспортом. На метробусе можно доехать до любого места. Если сесть на остановке Аджилар, то за 1 час 15 минут можно доехать до Кадыкёя. За 45 минут вы доедете до Меджодиакоя. Пусть долгая поездка на общественном транспорте вас не страшит. В университете имеется очень много различных социальных площадок. Могу посоветовать Студенческий культурный центр. Факультет спортивных наук также находится в нашем кампусе. Друзьям, которые хотят заниматься спортом, предлагаются привлекательные возможности. Я с удовольствием рекомендую нашу кафедру и приветствую всех наших абитуриентов.